Привет, мои дорогие! Извините меня за такую обстановку, за мой, скажем, такой внешний вид, но у меня сегодня рабочий день такой, и я без серьезного мейкапа, без прически. Но видео мне хотелось бы снять, потому что тема сегодняшней женщины за рулем довольно интересна для меня. Ежедневно я сталкиваюсь с женщинами за рулем, и очень многое мне не нравится. Но начнем с того, что при всем при том я не сторонница мужского мнения, что женщина за рулем как обезьяна с гранатой. Мне так обидно это слышать. Ну, начнем. Первое. Почему-то я заметила, что женщины, наверное, как и мужчины, у которых есть машина, они сразу как-то меняются. Они считают, что они, ну, что-то сродни носителям божественного начала. Вот у них есть машина, и вот теперь они такие вот прям все себя королевны. Ладно бы, если бы это, в общем-то, останавливалось и заканчивалось только их внутренним ощущением, но это же отражается и на вождении, на самой технике вождения. И мне почему это не нравится? Ну, потому что когда осуществляется перестроение, когда я вижу, как женщина едет, то есть вот у меня дорогая машина, у меня большая машина, и вот вы мне должны все уступать. И вот правила там вот меня, они как-то не касаются. Это неправильно, никто никому ничего не должен. Есть правила, и если вы понимаете, что по правилам дорожного движения вы не должны здесь поворачивать, пожалуйста, не ждите, что вам уступят здесь дорогу, не делайте потом удивленные глаза, почему, собственно, вам не уступили. Если вы включаете левый поворотник, пожалуйста, поворачивайте налево. И вообще, вот удивительное дело, если вы поворачиваете, пользуйтесь поворотниками, пользуйтесь этими сигналами, потому что люди сзади вас, а также спереди, они должны понимать, что вы хотите делать. Хорошо, у вас есть машина замечательная, за вас радует, тем более, если вы сами заработали на нее, это вообще вдвойне респект. Но, давайте так, пешеходы, люди, их нужно уважать. И поэтому, если пешеход на зебре, нужно приостанавливаться, нужно пропускать пешеходов, нужно пропускать мамочек с детьми, особенно, если вы находитесь в жилой зоне, особенно, если вы понимаете, что вы находитесь около школы. Не нужно проезжать по зебре и думать, что пешеход подождет, вот я прямо плюсь, у меня машина, не нужно этого делать. Понимаете, ведь мнение о нас, о женщинах, за рулем, сложилось именно потому, что мы невежливые. Если вас просят пропустить, пожалуйста, пропустите. Вежливость, она должна быть, потому что это нужно. Но как же вам это объяснить? Без вежливости невозможно грамотно, грамотно жить, грамотно общаться. Пожалуйста, будьте вежливыми. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Пожалуйста, уважайте людей, ваших коллег по рулю. Если вас просят уступить, ну, уступите. Если вы понимаете, что вы не успеваете на зеленый свет, и вот сейчас будет красный, притормозите. Не надо проскакивать, не надо вот так лихачить. Соблюдайте скоростной режим. Пожалуйста, понимайте, что поймите, вы за рулем. И вы несете очень серьезную ответственность за свою жизнь, за жизнь вашего питомца. В завершении я хочу сказать, что я очень люблю всех женщин и их уважаю. Но некоторые моменты все-таки давайте мы будем соблюдать. Всех целую, всем пока.